Эхо нашумевшего ролика. Если сначала звезды шоу-бизнеса и политики, которые снимались в провокационном ролике, который отсылал на провокационный сайт, сообщавший негативную информацию об Алексею Навальным, отказывались от этих съемок, говорили о том, что это было сделано обманом, собственно, что и было доказано, то впоследствии дело приобрело уж совсем криминальный характер. Итак, появился некто по имени Алексей Баженов, который обвинил, в частности, Илью Ахиджакова, а потом и Леонида Парфенова в том, что они получили по 10 тысяч долларов в конверте за съемки вот эти в пользу Навального. И сделано это нигде-нибудь, а на сайте Эхо Москвы, который разместил вот такого рода интервью или откровение. Алексей Баженов, да. Вот, многие согласились сниматься, искренне полагая, что те молодые люди, которые приехали к ним, это сторонники Навального, и нужно снять видеоролик, чтобы поддержать Алексея перед переговором, который предположительно назначен на 15 января, но потом, увидев себя и зайдя на этот сайт, увидели, что этот сайт, в общем, сделан профессионально, дорого, но что это типичная такая анти-Навальдинская агитка, где, допустим, рассказывается о будущих приключениях Навального в тюрьме в достаточно скобрезном виде. И только один человек, это Михаил Шац, позвонил Леониду Волкову, экс-главе предвыборного штаба Алексея Навального, и выяснил, планировалась ли такая акция, замышлялась ли, выяснил, что нет, и послал куда подальше этих молодых людей. У нас как раз на связи Леонид Волков, экс-глава предвыборного штаба Алексея Навального. Леонид, здравствуйте. Добрый день. Как вообще вам вся эта история про ролики? Вот Евгения Чирикова, с которой я говорил несколько часов назад, она сказала, что даже вся эта грязь, вся эта пена вокруг роликов, она все равно так или иначе работает на Алексея Навального, потому что его имя чаще упоминается, все чаще люди заходят не только на этот сайт, но и на другие сайты, где рассказывается о том, что за уголовные дела возбуждены, почему требуют 10 лет лишения свободы, и все больше сторонников приобретает Алексей Навальный. Какое у вас мнение по этому поводу? Ну, я думаю, что отчасти Евгения права, и действительно такого рода провокации, в каком-то смысле мобилизуют наших сторонников, уж больно грязно и топорно они сделаны. Это в том числе доказывается и тем, что сами нашисты свою провокацию довольно быстро свернули. Ролики удалили, сайт все удалили. Нет, сайт есть. Ну, там его днем он не открывался, сейчас может снова открывается, но тем не менее, ясно, по крайней мере, что кого-то хода они не дают, потому что понимают, что это такая штука, которая ведет бумеран. В чем Черикова не права, так это в том, что там кто-то еще благодаря этому о чем-то узнают. Нет, это не так. Информационное поле очень сильно зачищено, но мы не видели пока такого, это абсолютно беспрецедентная история, насколько четко, хотя и абсолютно незаконно, Роскомнадзор по городу вычищает любые упоминания о обсуждении приговора, о тех акциях, которые... Ну, давайте не будем говорить об акциях, мы не будем... Планируются некие акции, возможно, но мы не можем о них говорить, они не санкционированы. Они еще и не могли быть санкционированы, тем не менее, да, как мы договаривались, все и так знают, где и когда. Да, что будет происходить. И в этом смысле, конечно, все эти ролики... 15-го числа мы знаем, что будет приговор. Да, все эти ролики ничего не убавляют и не добавляют, они просто, ну, конечно, злят очень сильно и раздражают людей. Вот что касается приговора, вы не правы, тут поступают, как все, свежие новости. Вот Алексей Навальный, только что в его блоге был опубликован пост о том, что оглашение приговора состоится завтра, 30 декабря в 9 часов утра. Это еще раз показывает, насколько все напуганы и насколько, вот, так сказать, увидев ту энергию, которая готова была выплеснуться... Да-да, давайте, Леонид, не будем с вами называть эти даты никакие... Сейчас... Леонид, а меня интересует другое. Вот смотрите, опросы о Москве проводят. Нет, Павел, погодите. Все эти истории про опросы о Москве и про все-таки теряют значение. Давайте все-таки одну вещь скажем, что приговор будет завтра, 30 декабря в 9 утра, а не 15-го. И это все ложится... Это неизвестно. Мы не имеем достоверной информации с сайта суда. Мы не имеем достоверную информацию от Алексея, которого уведомили, собственно, приставы, что завтра он с утра едет. Алексей, но все-таки, вот, если говорить об этой акции и об этом ролике, как вы считаете, она была организована профессионально, поверили бы люди, которым известен образ Леи Ахиджаковой, Леонида Парфенова, их предыдущие высказывания, о том, что они ведут на этот сайт, который, в общем, представляет собой довольно грязную клевету. Понятно, что все это сделано для того, чтобы уважаемых людей, там, Парфенова и Ахиджакова и других очернить, и что все это выглядит очень грязно и некрасиво, и особенно неприятно выглядит то, что Эхо, очевидно, участвует в этой кампании, там, задавая соответствующие вопросы... Да, я напомню нашим телезрителям, что сегодня на Эхе Москвы было запущено голосовательное машином. Допускаете ли вы, что Ахиджакова и Парфенов могли взять деньги на поддержку Навального? 29% считает, что да, 69% что нет. Но моя версия, что сейчас очень напряженная атмосфера царит в районе Ольгино под Петербургом, где вот эти самые 29% и накручиваются. Поскольку мы знаем, какие гонорары, немалые получает Леонид Парфенов за свои книги, я не думаю, что 10 тысяч долларов он бы соблазнил с такой суммой. Ну, еще раз. Понятно, что было куча историй, я помню сотрудничество, начиная с Координационного совета оппозиции, с Керафлеса, с других историй. Каждый раз, когда я лично обращался к Шацу, к Парфенову, к Кокунину, кому бы то ни было, с просьбой записать какой-то ролик, какое-то обращение, конечно, никто никогда не отказывал и, конечно, никогда не было никаких разговоров о деньгах. Люди говорили искренне и те полные ролики, которые опубликованы и с Парфеновым, и с Хиджакова, и с Чириковой, и с Романовым не оставляют сомнения в том, что люди искренне говорят. Сами эти сомнения, конечно, в данном случае абсолютно неэтичны и невозможны. Еще раз, эхо по факту участвует в компании Травля и компании дискредитации этих людей. И все это вместе, часть компании направлена на срыв определенной акции и сегодняшний перенос приговора, а я, извините, вынужден наставить, что это сейчас главный информационный повод, тоже является частью... Да, я должен поправиться, действительно, на сайте Навального написано, что действительно завтра в 9 утра приговор. Это, видимо, две линии работают независимо. Одна линия правоохранительно-судебная, а другая пиар-машина. И пиар-машина оказалась совершенно в этом смысле ненужной. Ну, просто они понимают, что пиар-методами, очевидно, не добиться результата и, включают, в юридическом плане абсолютно беспредельные. А скажите, пожалуйста, вы бы плодали на месте Навального в суд, допустим, за тот ролик, где он изображен, он, как бы, его прототип в голом виде в тюрьме и он поднимает там мыло, на которое написано Ифраше. Ну, слушайте, это все вопросы второго порядка, очевидно. типа, на землю летит гигантский астероид и он сюда прилетит завтра в 9 утра. А давайте, значит, обсудим, а зимы у нас здесь хорошо заходят или нет. Сейчас это все уже, конечно, никого не интересует. Как можно подавать суд, когда, значит, абсолютно противозаконным образом, это абсолютно невозможно по российскому законодательству, они берут и переносят приговор на другую дату, кстати, в то время, как он объявлен на 15 января, они переносят, делают совершенно невозможную вещь, переносят приговор на 30 декабря. Ну, какие суды, о чем мы разговариваем? Сейчас есть одна задача, рассказать всем тем людям, которым мы рассказали, что приговор будет 15 января, рассказать, что он будет 30 декабря. И я уж, конечно, прошу прощения у вас, у Парфенова, у Архиджакова, у кого угодно, но раз так получилось, что в эту самую минуту я в вашем эфире, то еще раз одна вещь, которую надо сказать по-честному и по-серьезному, что... Да, что этот приговор будет завтра? Приговор будет завтра уже. И пускай люди делают из этого все выводы, которые они могут сделать, исходя из той информации, которой они владеют. Давайте, Леонид, так скажем, да? Леонид, скажите, пожалуйста, вы за свою судьбу не боитесь? Дело в том, что вы же бывший начальник штаба. А мы знаем, что есть еще много дел о финансировании компании 2013 года, о роли в этом Александрины Маркво и так далее. Все деньги проходили через штаб Навального. Вы человек, который имел право подписи. Не боитесь ли вы за свою судьбу быть вызванным в качестве свидетеля или, не дай бог, в какой-то другой роли стать невъездным в Россию? Байл, ну тут опять же пространство событий настолько сократилось, да, и мы настолько приближаемся к точке сингулярности очевидным образом. Вот мы рассчитывали, что у нас есть там две недели и действительно я там думал, что за эти две недели со мной может произойти. Мне там за эти две недели по работе предстояло пару раз перемещаться через границу России. Я думал, будет это опасно или сложно или не будет. Сейчас-то что, все ясно. Завтра в 9 утра приговор и завтра, в общем-то, все станет понятно. Леонид, скажите, пожалуйста, вот как вы думаете, за этим стоял какой-то определенный человек, инженер этих вбросов, и это ведь требует большой организации. Либо это были, так сказать, ну какие-то локальные нашисты, или это действительно большая кремлевская спецоперация. Да это обычный распил. Вот эти все, если возвращаться к истории с роликами, ну то есть, видео это штука, на которую можно поднять и обосновать большие бюджеты. Все знают, что видео снимать дорого. Соответственно, когда там зам главного нашиста приходит к главному нашисту со сметой, ему очень хочется украсть из этой сметы побольше, он говорит, давайте снимем побольше видеороликов и сделаем сайт с видеороликами. И вот там на этом сайте, который они продвигали, соответственно, 8 видеороликов. Вот, ну там они, не знаю, по их сметам, я понятия не имею, сколько... Да, и возможно, они вписали 10 тысяч Парфенова тоже в эту смету. Миллионов 20 рублей, так сказать, вписали, значит, миллионов 15 из них украли, значит, там остальные сделали вот это вот все дерьмо. Да, Леонид, спасибо большое. Это был Леонид Волков, экс-слава предвыборного штаба Алексея Навального, который сообщил нам, что приговор Навальному, по его сведениям, будет не 15 января, а завтра, 30 декабря в 9 часов утра. На этом у меня пока все. С новостями...